Мир вам! С миром! Здравствуйте, Игнать Тихонович! Добрый день, Анастасия! С 10-го вы приехали в Барналу? Да. Да я думаю, 10-го не буду набирать. Думаю, там, наверное, столько желающих поговорить. Целое лето вас не видели. Все лето я всем отвечал с 10-го. Ну, приходят. Ну, я на улице сейчас был тут. Виноград закрыть надо. У вас мороз? Нет, нету, но сказали, погода изменится. Мороза нету, положительная температура. А я к вам зашла, спросила, муж прибежал с работы обедать? Я говорю, сейчас поговорим, садись. Он посидел, подождал, срочно его опять убежал. Хотела-то, чтобы вместе мы поговорили? Ну, конечно. Ну, приехали, у нас одна была забота, и сейчас до сих пор, как продать нам дом. Да мне нескольких мест, нескольких мест так же пишут люди, что трудно с этим. Не получается уже. Ну, наверное, мало молимся, я так думаю. Господи, помоги, как устрои по воле Твоей. Спаси Христос, дай Господи, чтобы получилось. Потому что уже в мыслях мы уже не здесь, вообще не здесь. Но никак пока не получается. Но все воля Господня. Ну, вы видите наши, если ролики смотрите, чем мы занимались? Да все, все абсолютно смотрю. С удовольствием, с Сергеем Игнатовым, все ролики смотрю, слушаю. Ну, какой молодец, столько всего назадавал вам, и нам это всем полезно было послушать. Ну, вот еще не кончилось, будет еще провода его. Я сейчас прям только слушала, вот увидела, что вы мне тут написали «можно». Свернула пока, дальше буду дослушивать. Последний ролик, где он говорит, как ему было полезно, и что он увидел у вас в Потеряевке. Да. Ну, вот, что у вас увидишь в Потеряевке, потом начинаешь прикладывать к себе, а у нас все не так, в храме не так, ну, люди не так, ну, все-все не так. Вот, ну, знаете, даже плохо становится. Я даже вот в какой-то момент заболела, что вот, не могу я слышать слова на русском языке. Вот стою мне, вот на молении мне стало реально плохо, и слезы у меня подкатили конкретно. Да. Думаю, я не понимаю, мой сын стоит ничего не понимает. И столько времени, 4 часа молимся. А вот до этого он спрашивал, почему так вот люди одни говорят, внимание не обращают, а так другому привлекает это. И я дальше объясняю, что у нас есть то, над чем надо было трудиться, и чего нигде нет. Чтобы были иконы, между ними стихи из Священного Писания, этого нигде нет. А то такое простое дело, а за него пришлось как бороться. Чтобы был такой порядок, чтобы нехождение оглашенное, чтобы все были крещеные. Нет этого, чтобы занятия так шли, чтобы за 7 минут зашли, каждый молился про себя до службы. Этого не было, и то не знают люди даже этого. Они не могут платить десятину, они не знают ее даже, а только торговля, свечки покупай. А у нас нет этого ничего, и свечки восковые. Вот я ему отвечал на вопрос, и некоторые даже не понимают. Вроде вопрос один задано, что я и показываю основное, что привлекает людей. Какая искренность, не скрытость. Вот на русском языке как хочется. Ну просто вот, не знаю, на меня вот как-то я раньше церковнославянский, я с удовольствием читала. Дома это я, вот молимся, встаем я, читаю псалтырь. А вот как-то сыну говорю, ты понимаешь, что я читаю? Ну вот расскажи, что я сейчас прочитала. Ну все, не понимает. Не понимает, и все, говорит, какой смысл. Хочу на русском языке. И все, тут меня прямо конкретно переклинило, на русском и все хочу. Потому что, ну я там что-то может понимаю, но не все, конечно. Потому что я уже давно читаю. А он не понимает. Если что понимаешь, разобрать это, понимаешь, что не так, как написано. Да, да, вот не так, не так. Так, мы как-то вот что-то одно молились, и муж говорит, а ты знаешь, что это слово обозначает? Взять словарь церковнославянский, у нас краткий только. И прочитал, вот я теперь уже не помню, какое слово. Говорю, а я совсем это, совсем не так понимала. Совсем не так. Даже не то, что похоже, а совсем не так. И поэтому, ну и вообще, там же читается быстро, Евангелие читается. Даже не успеваешь уловить, думаешь, какой же это момент из Евангелия. Да. Вот там какое-то слово одно выхватишь, думаешь, а, это вот, вот, наверное, об этом, наверное. Вот, поэтому, ну вы не только сто раз правы, вы тысячу раз правы. Как это нам нужно всем? Ну вот так вот, если человек жаждет, чтобы было понятно, значит, он будет у Бога просить. И Господь как-то ответит. Лучше, говорит, пять слов, чем десять тысяч незнакомых, а пять знакомых. Мы чужестранцы все стоим, и вот у нас, видишь, как вот, добились мы библейское, библейское, все разрешено считать теперь на русском. И Евангелие, и проповеди, две проповеди Златоуста на каждом богослужении. По-русски, притом, Златоуста, не то, что там растягивают, стоят. Я вот побывала, когда нам и батюшка был, и все это, ну просто вот захотелось всегда только так быть. Только так, чтобы молиться. Ни по-другому, уже не хочется, вообще не хочется. Вот так и есть. И поэтому вот говорим, ну как-то может быть получится. Ну даст Бог, что мы продадим, уедем. Мы осенью как бы думали, ну вот продадим, и уже осень еще. Вот там хотели делать бы, ну начать что-то, огораживать может быть. Ну вот, все смотрим на погоду, говорим, ну вот еще бы ничего бы, еще бы и можно. Да Караман-то смотри, один, и он залез там, где деревья, вообще, вы видели как, повалил все. Да, как он это все там делает. Да, и уже, вот недавно он здесь был. Даже страшно смотреть, как он это валили, эти деревья, страшно было смотреть. Они же огромные. Ну очень даже. Ну. Мы сейчас пень повалили, он в диаметре около двух метров. О, этот тополь. Не тополь, пень, а мы его по частям резали, ветлина. Это так срослась, она несколько, наверное. Ну, вот руки, если я внутрь ее залезу в дупло, руки раскину и стенки не достану. О, она очень старая, наверное, да? Старая, старая, там шерш не жили. И вот мы засняли, тут даже будет потом показано, как мы боролись с ним. Ну, да. Где вы такой нашли? Да у себя в ограде. Ну, мы тоже много легли. Я прямо около сарая стояла, и я от нее, отросток такой большой, ну, как сказать, сучком не назовешь, а почти отдельно. Ну, примерно вот такой вот толщины дерева. И оно повалилось, и упало, придавило балку с сарая. Там тяжесть многотонная, и она весь сарай потянула за собою, а там крона еще огромная такая-то. Ну, мы не знали, когда его спилили, по частям все-таки срубили. И как выправить, и так решили двери поправить, маленько накосил, а другие стороны, в сторону-то она не могла вытянуть. И ничего не сделаешь. Это жизнь. А в деревне-то человек живет, он до всего сам доходит. В воду добыть. А в городе он ничего не знает. У него, он зависим от воды, от туалета, от магазина. А мы за все лето ни разу в магазине не были. Володя сам хлеб пек. Из Барнаула нам сухари присылали с нашей муки. Не нужны никакие магазины. Нет, значит, у нас все есть. Про Романа думаю, как это он додумался, вот так листья на это дерево. Ну, по интернету нашел, так и сварил. Сварил это себе сиденье. И пилил. Ну, вообще там, конечно, это действительно страшновато. Ну, я боялся за него. Страшновато, страшновато. Болею, я стоял, боялся очень сильно. А, да-да, даже смотреть страшновато. Вот он сейчас был здесь. Машина-то у него хорошая, джип. Опять что-то не заладилось. Ехал дорога и не доехал, там в мастерскую сдал. А я еще своим говорю, вот посмотрите у Романа какая машина. Нам такую же надо. Ну, она у него с рук куплена, старая уже. Но она, вы бы увидели, когда он везет эти, там, березки мы спилили. Так это на тракторе Беларусь только можно так. А скорость такая, я Роман-Роман потише еду, никаких. А ездили мы картошку копать в Корщино-то. Видела, видела. Видела. Валя ей говорит, я, наверное, больше с ней не поеду. Ну, гонят с такой страстью. То есть любит большую скорость? Да не знаю, любит, не любит. Мы-то, вообще-то, торопились. Я про скорость не знаю, я знаю только, что он торопился. И мы успели часа за три, а тут дождь как раз. И мы успели до дождя фактически уйти. До большого дождя. Ну, я все смотрю, так поэтому все видела. Если даже совсем некогда, там, все равно вечером, да, я посмотрю. Как у вас там дела, что вы делаете? Ну, вот так. Постоянно в работе. Вчера, вот у нас занятия идут. Вы знаете, что занятия идут по скайпу? Да я знаю никак, почему-то у нас не получается. Ну, у нас время-то одно, это шесть вечера. Воскресенье, как не получается? Воскресенье. А, ну, не знаю, почему не получается. А вы же, наверное, и забыли даже про них. Вот, другой вопрос. Воскресенье шесть, все дома. Ну, и там записалось, и ведет занятие. Ее видно, сидит Марина, которая была с мальчиком, с Колей. А, Сергеева. Да, Сергеева с одной рукой-то. И они спрашивают, а это, Коля, а как там Паля, Паля, это, котенок. Махнашка-то. Он же при нас окатился-то. Ну, да, вот она, гляди, гляди. Ой, какой большой уже. А при нас, когда мы были, кошка окатилась как раз. Да. Большой. Это он, да? Да, она, кошечка. У меня только кошки. Вот. Они более ласковые. И главное, Господь, так вот, я прямо молюсь об этом, чтобы в городе-то, там-то он лазил в погребках. А он сразу, котеночек мой, пошел в погреб и в пот. То есть не надо было приучать его. А он же там приучен был. Ну, ну. Никакой тяготы-то нету. Еще балуются. Лес-то. Они сейчас и грудчат такие маленькие. Ну, да, вы видели там, как у меня в гостях была Иоанна? Да, конечно, видели. Я еще сегодняшние не все досмотрела. А вот они сегодняшние должны, сегодняшняя Иоанна в гостях у меня. Там вы видите, Виктор, Савченко, Иоанна, Ангелина и Оля. И сестра его. Нет, я видела, видела уже это. Вы опустились, а вас только глаза не видать. Вот так. Выше поднимись. О, вот это вы. Нет, это высоко уже, пониже маленько. Вот так. Что-то сильно шатает. А у меня что-то... Вот так, остановитесь. Вот так видно? Вот так как раз. Ага, ну все. Мы давно уже не разговаривали. Разговаривали последний раз с вами. Я больше ни с кем по скайпу не разговариваю. Ну, я не разговаривал. Может быть, с кем-то там вот недавно. Ну, потому что вы... Там у вас дорого очень. Дорого оно. И просто не успеваешь добавлять. Я старался утром, а то утреннее там как-то другой, говорит, трафик этот. А, цена другая. Да, цена другая-то. А мне никак нельзя. Записи я должен все здесь обработать. Качать уже нет. Ни одного не ставил. Потом это все собрать за неделю. Каждую неделю во вторник я отсылаю. А там уже ставят, а я только замки снимаю. Ну, вчера тоже были, там собрание было, интересно. Попросили дать отчет, как у нас было 4 месяца. Ну, это у вас всегда так. Ну, да. После лета отчет вы даете. Понимаете, открытость. Открытость это очень сильно располагает людей, привлекает. А люди сами это желают. Тут одна сестра решила порядок навести. У меня на столе книги лежат здесь. Все книги. 38 книг. И все перепутала. Хочу, как только придет она, записать. К чем она была движимая? Кто разрешил? Она была старше над книгами. Только, ну, какие отдавать? Пришел, одной книги нету. С той стороны вообще книг нету. И они все перемешаны. Она не поняла. Я говорю, зачем ты прикасалась к ним? Я же не говорил, что ты делай хорошо или плохо. Это у меня нету. Не прикасайся. Ты старше. Ты можешь записать, спросить разрешение. Тут купили и на этом все. Продажи не было. А книги стаяли. Где они? Переложенные? Переложенные. Это само собой она их перемешала. Ну, я вижу, что нет ни одной книги, а нескольких книг. Но она говорит, я тогда не знаю. А зачем же касалась? Теперь с тебя спрос. Я уже ее так это... Я хочу узнать, чем она была движима. Вот она пришла молиться. Все как надо. И вдруг стала она и... Какой порядок наводить, когда они в порядке? Я наказываю, трогать нельзя. Они у меня лежат. Вот первый том. Вот здесь идут такие нечетные. Первый, третий, пятый, седьмой. А рядом здесь выше второй, четвертый, шестой. Или наоборот тут. Но никак по-другому. А она их тут седьмой, рядом с семнадцатой, двадцать пятой, четвертой. Она их... Ну, просто непонятно, зачем она это сделала. Наверное, порядок наводили. Ну, да это не порядок. Это абсолютный беспорядок создала. Не найдешь, где книга-то. И тебе более... Это у меня тридцать восемь пачек. Так она их в каждой пачке-то еще перемешала их. Зачем? Я хочу, чтобы она... Ты зашла. Давай дальше, рассказывай. Какая у тебя пришла мысль? Что тебе показалось не так? Вот узнать психологию женщины вот в этом порядке, наводящем беспорядок. У меня вроде вот на столе сейчас тут и такой сационарный телефон, тут бежут часы, ручки лежат, тут мышка. А тут наружное наблюдение, вторая мышка, аппаратура. Вчера тут еще один установили, чтобы дверь видна была. Но это у меня полный порядок. Рядом лежит вот газета. Что это? Ну, муха вылетела, чтобы стукнула. Ну, вам так удобно? Ну, мне так удобно. А человек, который заходит, он думает, ой, какой у него беспорядок. Это не беспорядок. Я сейчас на улице был там с виноградом, в сенках все подмел, а там, где доски лежат, там непорядок. Тут пророс этот клён. Завтра скажу Володе, чтобы не ходил, чтобы разобраться. Дров-то не могли привезти. Не погода, а сейчас погода скорее убирают. У нас, в которой фермер мог бы дать машину, у него 7600 гектаров. Ну, представь себе. Ну, у него там техника, комбайны, там сушилка, там всё миллионы. Миллионы стоит. А у нас-то ничего нету, 300 гектаров у Игоря. И то, старые комбайны там не уберёшь. Я говорю, вот разбогател бы я как-нибудь, ну, нечаянно. Первым делом, Игорю комбайн купил бы. Да, у него старенькие все комбайны. Да, старенькие, да, три комбайна. Вывел в поле в прошлом году, два, и они сразу встали. Какие цены там дешёвые на это? Я посмотрела, он продавал свой овёк, нет, ячмень. Да. С ячменем там был ролик. Я же знаю, сколько у нас стоит, у нас куры дома есть. Думаю, так это же вообще... Да всё там, и горох там продавали, даже 5 рублей килограмм не стоит. Это же смешно. Он даже горючее не оправдывает. Ну, конечно. А сейчас взяли у него, оно повышенная влажность. Купили, увезли и говорят, повышенная влажность, надо теперь сушить, поэтому надо цену ниже. Ячмень? Ну, видимо, ячмень. Ячмень, кажется, прошёл, я не знаю, что-то так у него было, то ли гречка частично. Он ещё не убрал гречку. То есть они требуют за просушку ещё деньги взять? Да, то есть уже продал, уже увезли, ну, а там процент только 13, а тут они брали по 17. Он дешевле продал. А приехали там не 17, а 19. Им надо сушить, от них, дескать, не принимают. Иди, проверь, так или не так. А он, Игорь, такой простодырый. Это вообще вот такая ситуация. Тот, кто трудится, сам труженик, кто хлеб ростит, он получает копейки. А кто-то перепродаёт всё, он получает такие деньги большие, ни за что. Ну, за что. Ну, возьми, горох, допустим, пролить пачки, сколько килограмм стоит? Ну, 30 с чем-то рублей. 30, а то он её 4 с половиной. Какая же это цена? Это надо омолотить, привезти, очистить, посеять. Чего только тут нету. 4 с половиной рубля. Ну, нарочничная же. Ну, просто вот задаром всё отдаётся. Да. Он все годы держался за счёт коров. Угу. Коровы. Ну, молочные продавали. Ну, ладно. Я просто так сказал. Меня-то тут сильно это не трогает. Но вот так как он близко, ты молишься. Господи, дай полгода Игоря и Евгения убрать. Да, это очень важно убрать. Вырастили, а убрать, конечно. Никак. В прошлом году у него вся гречка ушла под снег. Ну, ну, ну. А, это не 2 гектара. А у него приехал один покупать. Купил на 750 тысяч. И отказался. Так и не отдал деньги? Не отдал. И суд был, и всё. Всё доказано было. У него, дескать, нету. А он что там? Ну, то есть обман на каждом шагу. Человек не знает. То есть, у него нечего взять? Ну, у батюшки как-то в самом начале тут один, Корченский. Деньги занял, а потом отказался тоже. Точно так же. Ну, без Бога. Без Бога. Он не думает, что ему придётся по мытарствам идти. И мытарства лжи, обмана, воровства он не пройдёт. А он же не понимает. Ему говорят, он смеётся. Ну, это уже страшно за таких людей. Они просто... Вообще всё. Всё, с них ничего уже не будет. Никакого толку. Не сейчас, не никогда. Да. Ой. Ну, вот приехали благополучно, Бог миловал. И главное, разъезд перекрыли, ехали. Разъезд. Это переезд через линию. Ремонт. Какой ремонт делать? Не знаю. Там 2 рельсы, 5 шпал. Шлагбаум закрытый был. Не знаю. Вообще не запустили. И нам пришлось ехать на Урлевку, где мёд брали. Через Шарщину, другим кругом Шумилюху. А уже снег-то хорошо выпал. Сантиметров 10 растаял. То есть не знали, пройдёт или не пройдёт. А тут генератор купил, Виктор-то. А он оказался нерабочий. И ехали на них аккумуляторах. И везде проехали. Первый, второй мостик делали. А иначе надо было бы ещё дальше через Шарщина ехать. И доехали. Пошёл, проверили. А вот эти мостики делали для того, чтобы был короче путь? Конечно. Они всегда были раньше-то. А как деревня не стало, всё размыло. Ямы, прорвы там огромные. А нынче всё сделали. С этими мостиками то урывки сколько километров? Ну, напрямую 8, наверное. Или 10. 8-10. Вот через эти мостики можно проезжать, да? Только так. А вокруг там в два раза дальше ехать. Ну, мы долго ехали. Ну, вот в обратном направлении. А тут прямо мы проехали первый мостик. Первая вода идёт. А там камень. Мы как по горной реке прошли. Ну, а дальше там платина. Поднялись. Машина-то хорошая. У неё высокая посадка. В оба ведущих шасси-то. То есть по любой грязи проедет. А как танк идёт. Ну, хорошо. Всё понятно. Ну, очень, очень хотелось. Прямо нам сильно хотелось. Мы в таком настроении, что всё сейчас продадим. Ну, доверьтесь Богу. Доверься Богу. Так будет как. Да. Ну, я уже спокойно. Мы уже дрова заготовили. Вот. Раз ничего не получается, поехали дрова. Вот. Готовили шесть дней. Привезли. Навозили дров. Ну, правильно. А мы-то тоже навозили-то дать, ну, тополь, клён. Берёза-то почти нигде не было. Где-то упала одна там. Мы берёза-то не трогаем. Ну, ну. А клён-то сорное дерево в садах много. Там огромные клёны. Бери сколько хочешь. Конечно, суковатая, трудная. А как у Игоря, ой, дровакол-то какой у него. Видела, видела. Только, знаете, мне показалось, что он какой-то опасный немного. Очень даже. Правда? Очень. Я ему говорю, я ему сказал только, ты, если... Он даже с человека пополам перережет и даже ни грамма не остановится. Любые сучки, это бы так перевито и всё. Он давит, он по волокнам не идёт, а просто всё, разрывает и идёт. Потому что у него в шлангах давление-то это огромное. А я потом посмотрела после этого, какие вообще есть приспособления для околки дров. Ну, там посмотрела, там менее опасные они. Ну, да. Вот этот. Ну, вот так. Интересно, думаю, ещё, наверное, что-то есть, кто-то придумывает. Ну, да. Даже колоть-то, видите, как в шину поставят, опрокинутая шина-то. И, Владя, обколол их быстрее. А здесь так вот надо глаз да глаз. Ну, я стоял рядом, и то боялся. Может, ему что-то надо доработать ещё там. Мне ещё больше не сделать. Так и будет. Он же всё, да? Никак. Щурку руками только ставить. Ну, надо не торопиться. Не торопиться, да. Простые, которые прямослойные, их топором быстрее намного рубить. Он, Володя, он только в него колун мелькает. Володя вообще, как он рубит дрова, это я... Ну, да, как он говорит. У меня, говорит, талант Бог дал мне. Я просил Бога научиться колоть. А теперь, которые вот так перевитые все там, огромные, два сука сходятся-то, расколоть нельзя. Мы привезли к Игорю, он их все нам расколол. Ну, раздавил. Ну, проверили. Ну, ладно. Ну, всё вроде бы сказала. Хотела спросить. На Голубятню как полезу и как прикручивали ваши ребята-то у меня. Я каждый раз вспоминаю, Господи, благослови. Они остановили продвижение склонятия. Не стало наклоняться больше, да? Нет, всё. Но я нынче оттуда голубей убрал на одну Голубятню, где Володя... А на дом? Да, потому что кто-то тут будет смотреть, там, Роман, и лазить туда трудно. Там лестницу надо ставить, и обледенелая, там можно оборваться. А там-то три лестницы стоят, всё, на чердак. Понятно, понятно. Совсем даже нет. Они же под крышей, они даже не в снегу будут там залезть. Да, я сейчас их запер голубей, не выпускаю, потому что ястреба, они улетели, а птицы-то улетели основные, у него пищи нет. Он прямо каждый день рвёт голубей. Ястреб? Ястреб. Только перья летят. Ну, и запер, а он вокруг летает, а ничего нет. Он всё тащит. Огромная курица хватает и тащит. Ну, это не коршун. Ну, и гуна, а? Это не коршун. Нет, коршуны давно улетели. Коршун летает, крылья распрострелёт, вот так вот, а этот стремительный летит. Он раза в три быстрее голубя летает, а голубь никогда не улетит от него. Ну, он же маленький. Ничего себе. Большой он, крупный? Как большой петух, даже может больше. Он такой же, как коршун. А я с этими соколки, я с ними путаю, вот с кем. Соколки-то они небольшие. Ну, соколки там копчик бывает. Да-да-да. Да нет, это настоящий, огромный. Мы стоим здесь, а он, у батюшки большая бройлерная курица, там, уже несколько лет ей. Он прямо её схватил и поволок. О, так действительно он вообще сильный какой, бройлерный, они же большие. Ну, бройлер огромный. Он прямо её подцепил и пошёл. Ещё не хватает ему пищи в степи, там же, наверное, всякие суслики и всего там полно. Вот были суслики, сейчас ни одного нету нигде. Всё поели. Ни одного нету. А то люди съели? Нет. Коршуньё, тут кошки появились. Дицы, пицы. Разные там хищники. Их много сусликов было. Я с детства их любил. Ловил и сдавал шкурки-то. А велосипед-то купить надо, а денег-то нету. В завод-контору? Да. Это 20 километров шарше, надо было шкурку туда увезти. Если она у тебя целая, не порванная, третий сорт, 3 копейки. А сколько велосипед стоил? Сейчас я не знаю, но, наверное, рублей 70. А, ну, да-да-да, наверное, так. Уже вы даже те цены вот уже и забыли. Ну, вот так помнится мне, 72 было. Ну, а у Корчина-то 15 километров. Иногда два раза в день приходилось туда-сюда, 30, еще раз вечером. По 60 километров в день наматывали. Поэтому мы-то это все знаем. И вот шкурка, представь себе, поймать его надо где-то, вылить. А где-то он на бугре, воду таскаешь, в норку заливаешь. Теперь ободрал, ее надо высушить, теперь отравить в район. А тут тебе должны за 8 сусиков начислить один трудодень. А обманут, еще не начислят. Так, кто-то идет. Коля? А Женя? Иди поздоровайся с Игнатом Тихоновичем. Я в скайпе. Женя с работы пришел. Ну, и слава богу. Слава богу. Вечером собираются потихонечку. Женя совсем на работе, а Коля так вот, когда что-то где-то найдется, ну, бывает работа. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Добрый. У вас голову-то там не видно, это, Евгений, это. Вот так видно. Маленько, да бровей только. Разделайся. Всем привет, всем покой. Все, все. Надежда Васильевна, Володя, Никита. Надежда Васильевна, ты сегодня что-то ходила по врачам, пришла, мне лучше стало, там массаж делали. Я говорю, я, сегодня мне звонили, я же там надорвался на этих, на сваях-то носил-то. И у меня недели три кровь шла. Кровь. Я внутри что-то... Опустился желудок? Не знаю, я нет, но я изменил диету там, то другое. И приехал в город, уже три дня у меня кровь остановилась. Ну и сегодня звонят, договорились в краевую больницу, то другое, Виктор Андреевич, свой врач у нас в общине. Я говорю, зачем поеду, у меня сегодня не болит. Да нет, да вот, я говорю, ты знаешь, у меня была тут, была тяжелая операция. И там, видимо, какой-то, может, шов разошелся или что-то, я не знаю. Я всю жизнь на стройке. А здесь свай-то мы, видишь, как мы... Какое количество вы там их сделали? Примерно здесь 500 свай только мы заготовили. И весь, всю плотину мы укрепили. А вы думаете, они не будут вот эти промазанные-то грызть? А я думаю, если он будет, то его бобриха не пустит домой-то, скажет, что ты как шофер воняешь-то? А то есть забах его, думаете, отпугает? Ну, конечно. А вы просто так думаете или это уже точно? Ну, не знаю я. Я думаю, он есть не будет, он испугается. Ну, я так говорю, что бобриха-то сидит дома, наверное, с бобрятами. Я поставил... Ну, они-то у вас, конечно, понаделали. Ой-ой-ой. Ужасно. А вот эти вот, которые, как он называется-то, еще которых собакам-то выдавали? Андатра. Андатра. Они тоже все это разрушают? А они с ним в одной норе живут. Я их пять штук поймал. Забру? Поймал, а бобра ни одного не было. Это надо... То ли они отошли на время, то ли что. А новые деревья там у них сваленные. Он сваливает дерево и ест одну кору дерева, то он не ест. Бобер. Бобер. Ему на зиму одному надо где-то кубометров, наверное, 40 или больше древесины. Он только это ест. Ну, а где зимой-то травы-то нету, кору грызет. А вот эти Андатры-то, они же раньше были вроде как только в питомниках. Или они дикие тоже нет? Их везде запустили. И бобров также. Их запустили, в несколько мест там развезли. И они везде... У нас никогда бобров не было-то. А в последнее время их запустили... Две тысячи, кажется, мест разных в стране. И они плодятся. У них мех ценнейший. Мясо ценное-то. А мы никаких. Мы все это бросаем и забываем. Но мясо это есть нельзя? Ну, не то, что нельзя. Ну, зачем, когда все есть у нас? Ну, его же и не едят. Все равно же. Ну, у христиан-то нету ограничения в еде. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предусудительно, если принимается с постом и молитвою. Это Павел говорит. Ничто. Вот китаец, он ест змеи, лягушек, а он христианин. И ему нельзя сказать, что нельзя. Этого нету. А у нас почему-то считается, что конину есть нельзя. По невежеству. Я это хорошо знаю. А свинину можно. А почему? А Христу, говорит, дали желчь свиную, когда он на кресте висел. Ну, это выдумки. Выдумки на сто процентов. Вот что, у коня копыта не раздвоено. Ну, я говорю, как вот есть. А вот эта андатора, это водяная крыса. Это деликатес. Ее глиной обмазывают и пекут, как картошку. Индейцы. Она оттуда завезенная. Это очень-очень ценная. Я помню, раньше шапки были с нее. Ну, вот возьми, старобрядцы, скажи, вот голуби. Нет, нет, нет. А почему нет? Ну, что, это голубь изображен. Ну, изображен, но еще. Голубь-то изображен только. Там нет ничего больше. Нет, 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 ни на чем не основано это. Понимаешь? Ну, Христос, Агнец Божий. А почему ягнят-то едят? Ну, можно есть, разрешается. Но почему, когда он Агнец Божий? А Дух-то, Дух Святой, это не голубь, а в виде голубя. В виде, показал, в виде. В виде, в виде, да. В виде, никакого голубя-то там не было. Ну, чтобы нам, вот, людям было это глазами видеть. Ну, да, почему голубя-то есть нельзя? Почему нельзя голубя-то? Это самое чистое животное, избранное Богом. Чище голубя нет на земле птицы, никакой. Не курица, а курица любой сморщок съест. Да, все подряд. Ну, вот. А голубя-то почему нельзя? Ну, вот голубя нельзя, коня нельзя. Ну, нельзя. Я не про коня говорю, про голубя. А считаем житье Филарета, милостивого, Филарета. И у него дочь выдавал замуж, и говорит, и на столы подавали голубей и пазанов. Житие святых. Это невежество. Не знаю ты. Голубь – это деликатес, это диетическое мясо. Но зато многое другое считают, что можно, чего на самом деле нельзя. Все можно. Всякое творение Божие хорошо, Павел пишет, и ничто не предусудительно. А где вот это взяли? А? Где они писали, что нельзя? А откуда взяли? Да неоткуда, выдумка. А откуда? Ну, я не знаю, все старобрядцы, но это конкретно... Ну, корову можно есть? Корову есть можно? Да. А корова любое там пойло выпьет она. А лошадь не будет пить, только чистую воду. Да. Ну, вот нельзя. Ну, вот возьми, мы ее держим. А корова пасешь, она найдет какую-то кость. Где-то там упала скотина, ее высушила. Она эту кость берцовую, длинная такая кость, возьмет и во рту ходит, целый день носит, сосет корова. А на падаль ест корова, а лошадь это чистое животное. В Ветхом Завете, Левит 11 глава, да, там был запрет, а в Новом Завете нет этого. Когда полотно спустилось, ему было сказано, Петру заколи и ешь. А он говорит, ничто нечистое в уста мои не входило. А голос, что Бог очистил, не посчитай нечистое. Бог все очистил. Жертва Христова все очистила. Это невежество. Он вообще такого ни разу нигде не слышал. Но у нас дома точно так же было, что кроликов нельзя. Да, да. Про голубей не было, а вот про кроликов. А соседи там, они зарили грачей, грачи от маленьких. Ну они такие жирные, пузатые. Он залезет, а на одной березе гнезд 15, и в каждом по 5. Вот считай сколько он. Вот так берет за голову, мотнет, голова-то в руке, а он летит вниз. А потом их пальцем потрошит. Ну они жирные, вкусные. Но у нас не ели, считали погонь. Да, поганые. Поганые. У нас строго за этим смотрелось. А голубей-то их и не было, никогда не знали. Это уж потом у меня появились. Ну так же, как посуды. Я нигде не слышала, вот только у нас поганые, непоганые. Это у нас вообще там строго. Да, вот это понятно. Понятно там, где нет врачей. Допустим, колодец. Поставили ведро, чтобы ведро свое. А шофер какой-то приехал и своим ведром залез. Но мы-то его не знаем. А там жили люди староверы. И они ничего не могли сделать. Они засыпали колодец и ушли в другое место строить дом. Даже так? Даже так. А светить его уже нельзя было, да? Ну какой кто светит-то, когда живут как вот Лыковы. На базе, одни. Он один в тайге жил, а дорогу проложили рядом. Но он знал это дело. И ведро поставил, и чтобы не лазили, не поганили. А люди это не понимают. Я колодороги колодец выкопал. Он написал, чтобы знали, где можно напиться. И написал мазутное. Не надо. И привязал там посудину. А они у меня посудину воруют. Я опять привязываю. Они опять воруют. И так колодец пропал. А я старался глубокий. Сделал черпачем. Сделал сруб. Там щебень, песок крупнозернистый. Вывеску сделал. Тут колодец. Шаги даже замерил сколько. Пас, когда там коров. Первые годы, когда потеряют. Ну, а народ, то есть, это и гадит всякое. Да. У нас вот самое главное разрушить. Больше ничего не делает. Об этом писали даже в газете. И, дескать, вот мы это делали. Там, кажется, каждую неделю мы вычерпали 85 ветер. В колодце, около дороги. Выливать, чтобы вода была всегда кристально чистая. А чтобы не застаивалось. Ну, да. Да? Черпали. Вот так. Нет. Ну что, все, до свидания? Ну, давайте, с Богом. С Богом. Николаю поклон. Ну, обязательно, обязательно. Недавно, значит, у нас разговор зашел, а я вас тут поминал и помянул, говорю, вот ждем их. Так мы очень бы хотели. Мы бы уже переехали. Сегодня везде люди говорят. Какой обман везде. Вот смотрят, а к вам можно приехать, хотя бы посмотреть. Я говорю, нельзя. Мы вас не знаем. Ну, и так понятно. Везде люди не верят, что есть место, где не обманывают. Не обманывают. Одно. Мы же друг друга знаем. Где-то что-то помочь, где-то. Человек у нас нужный-то ни один не имеет. У нас как-то так. Каждый своим табором живет. А мы же каждую неделю занятия, на службе, все вместе. Батюшка-то уехал, ждем сейчас его. А он всегда уезжает в это время, да? А уезжает он по монастырям там. Я его удерживаю. Заходил его Господь в пути. Да. Ну, всего хорошего. За него тоже молимся. Уже включили ему молитву давно. Ну, спаси Христос. До свидания. Если все получится, будем с вами. Да, ну, давай отключайся. Ждем.